Денис Владимирович, позиционирует себя как Scratch-евангелист, автор и основатель платформы Coding Online с онлайн-курсами по детскому программированию на Scratch, Minecraft, Erobox и на Python. Педагог дополнительного образования по программированию на секе Scratch, его кружок награждет премией губернатора Московской области. Финалист конкурса инноваций в образовании, организованного Высшей школой экономики при поддержке агентства стратегических инициатив. Давайте поприветствуем Денис Владимирович. Здравствуйте, очень рад, что меня пригласили на это мероприятие. Два года назад я узнал, что в Белоруссии появилась такая программа. На государственном уровне практически был поддержан внедрение Scratch во все школы. Это очень круто, я так понимаю, на постсоветском пространстве это первый такой крутой проект. Я вижу, как он классно развивается и надеюсь, что в России мы сможем использовать все ваши наработки, показать, как это классно, как это нравится детям. Все ваши результаты очень важны, в том числе для России и для всех стран постсоветского пространства. Тема называется «Что изучать после Scratch?». Да, Scratch – это отличный старт для знакомства детей с программированием. Вы это знаете прекрасно, у него огромные возможности. Но когда ребенок развивается, растет 5-6 класс, то дети хотят чего-то большего. Сейчас я постараюсь показать, какие языки программирования, какие платформы я использую в онлайн-курсах. И советую использовать их всем, потому что они очень нравятся детям, они не очень сложные. То есть ребенок может быстро получить красивый результат и поддержать свою мотивацию к дальнейшему обучению. То есть это очень важно, чтобы ребенок постоянно получал мотивацию, чтобы создавалась у него ситуация успеха. Как педагоги вы знаете лучше меня. После Scratch одна из классных платформ – это программирование в Minecraft с помощью мода «Компьютер, крафт и ДУ». Когда мой ребенок изучил Scratch в начальной школе, потом увлекся Майнкрафтом, как все его сверстники, я стал думать, как его увлечение направить в полезное русло. Оказалось, что в Майнкрафте есть вот этот мод. Он изобретен где-то в 2013 году, поэтому работает только на старой версии Майнкрафта. То есть версия Майнкрафта 1.7.10, она не последняя, не 1.15. Но в принципе она рабочая, и на ней, если установить этот мод, появляется возможность программировать эту черепашку. Ребенок не просто сражается, развлекается. Появляется вот такой кубик, вот он размером с один блок. Вот эта черепашка, она перемещается влево-вправо, может подниматься, зависать и ставить блоки вниз, вперед, назад. Также она может копать вниз, вперед, назад. То есть можно как строить какие-то постройки, так же можно и копать тоннели, подземелья разные интересные устраивать. Простейший проект, просто строим лесенку. Это уже используется цикл, и то, что дети изучали в Scratch программирование, циклы, переменные, все, что они узнали в Scratch, они могут применить при программировании в Майнкрафт. Это все, в принципе, детям понятно и наглядно. Можно строить железную дорогу, разные горки. И я черепашку эту сравниваю все время с головкой 3D-принтера. Когда она перемещается в этом мире и устанавливает блоки в трехмерном пространстве, то есть у ребенка развивается пространственное воображение. Когда он задумал какую-то постройку, он начинает это строить, у него очень хорошо работает пространственное воображение. Это как бы первый шаг к 3D-принтерам, к 3D-конструированию, ко всем корпусам, ко всем вот этим программам, современным 3D-редакторам, которые используются в инженерии, также используются при создании игр 3D-программы моделирования. Либо мультфильмы можно рисовать, либо можно самолеты чертить. Принципы работы одной и той же. Вот как выглядит программа. Это вот такие квадратики. То есть получается, эта программа читается, как мы текст читаем, да? Слева направо, сверху вниз. Вот она читается, эта программа. И получается, что, вот, например, выбрать первый слот. У черепашки 16 слотов. Выбираем первый слот. Подняться вверх, поставить блок вниз, шагнуть вперед. Вот, это один цикл, второй цикл. Выбираем следующий слот, устанавливаем лаву, например. И лава разливается по лесенке. Вот так получается очень зрелищно. Дети любят эти эксперименты с лавой, с водой каких-нибудь. Потом они могут в слот поставить, например, яйцо крипера, да? И тогда у вас появится в этом месте крипер. Можно мир строить, населять его существами. То есть это огромный открытый мир. Для, то есть любую фантазию ребенок может в нем свои реализовать. Это очень классно, что после 2D-скретча, да? Когда в скретч, у нас 2 измерения, x, y, x, y. Здесь мы переходим к третьему измерению. Также в игровой форме ребенок погружается вот в это трехмерное конструирование объектов. Очень это интересно, очень нравится. Все педагоги, кто это использует, в принципе, ну я по себе скажу, что детей с кружка не выгнать занятий. Потому что они любят Майнкрафт, они начинают создавать. Ну, урок 45 минут. Я стараюсь, чтобы уложилось где-то в 35-40 минут, и 10 минут в конце вам, ребята, теперь можно здесь поиграть. Они переключаются в этот режим игровой. Ну, есть можно что-то придумать, либо по теме урока, можно что-то скреативить. Ну, и самое интересное, здесь тоже есть командная работа, что это сейчас очень модный тренд, внедрять командную работу. В Майнкрафте есть режим сетевой игры, когда можно в один мир загрузить, например, там четверых детей, пятерых, целую команду, и дать им общее задание, и чтобы они в этом мире по общей программе отрабатывали. То есть здесь они должны сплотиться в команду, дружно работать. И там получаются интересные ситуации. Один, например, мальчик очень любил динамит, он взял, команда работала, построили, а он хулиган, он взял, обложил динамитом, взорвал. В виртуальном мире и чуть не получил в глаз в реальном мире из-за этого. То есть такие возникают случаи, дети понимают, что раз ты член команды, это, наверное, не надо вот так вот себя вести. То есть это вроде была шутка, но он так быстро бежал. Следующая классная очень тема для детей называется Roblox. На Python такой язык, в принципе, используется при разработке торговых роботов, которые на бирже акциями торгуют. То есть в некоторых приложениях используются. Настоящий взрослый язык. И если в этом Майнкрафте кнопочку одну нажать, чик, то вот это все заменяется текстом на луа. Это будет цикл, это все. Поэтому программа так собирается, что это все квадратики превращаются в текст. И в принципе ребенку можно, например, годик поиграть вот так в Майнкрафт, а потом сказать, ну теперь вы взрослые, теперь изучаем луа. Переключаемся, и ребенок уже все это понимает, все знает. Просто единственное, надо с клавиатуры вколотить несколько строчек, познакомиться с синтаксисом языка, но все базовые понятия у него в голове уже есть, он все это без проблем схватывает. И вот Roblox, следующая фишка, он сейчас современный, более красивый, чем Майнкрафт. Недостаток в этом, ну, недостаток, что требования к компьютеру возрастают. Если вы Майнкрафт, вот в кружке у меня компьютеры, ноутбуки какие-то 7-летней давности, просто старинные ноутбуки, потому что и Майнкрафт, я говорю, 13-го года, то есть достаточно низкие требования системные к Майнкрафту, то у Roblox надо современный компьютер, там очень все красивое. И также в основе лежит язык программирования луа. Но здесь уже без блоков, здесь уже надо писать ручками. Поэтому я советую, конечно, ну, для тех, кто постарше, кто уже поработал, кто умеет вколачивать, например, хотя бы строчек 10 текста за 15 минут, чтобы урок был не сорван. И сразу ребенок видит результат. Например, игра, пробежать до финиша. Программируем финиш, программируем там касание, взаимодействие. То есть все так проходит наглядно. Да, и план. Сначала изучаем просто графику, как рисовать в этом мире. Тоже немаловажно. Там настоящий взрослый 3D-редактор. То есть ребенок должен научиться рисовать в этих трех осях, там все это крутить, вращать элементы. Потом начинаем простейшие алгоритмические конструкции, усложняем, усложняем. То есть даже, например, самым начальным классом можно в Roblox показывать вот первую часть графику, как просто, как работать в 3D-редакторе. А программирование уже для тех, кто постарше. Дальше очень модный язык программирования Python, который настоящий промышленный язык, используется при создании настоящих приложений для обработки больших данных, для распознавания образов. К нему очень написано много различных библиотек. То есть настоящий взрослый язык. Зарплаты у него очень высокие. И я долго думал, как детей маленьких научить начальные классы Python. Вроде запрос есть от родителей, от педагогов, от некоторых. Но я не понимал, как зайти, потому что открываешь обувь книжку по Python, но там все очень сложно, там все так написано для старшеклассников. Поэтому я придумал сделать это, чтобы было визуально, чтобы детям было это весело. Python хороший язык, да, он круче Паскаля. Вот один из классных способов проверить. Просто в Headhunter вколачиваем вакансии. В Беларуси, наверное, тоже есть Headhunter, да, сайт по поиску работы. Вот это вот в Москве вколачиваем Паскаль, 24 вакансии. Вколачиваем Python, 2400 вакансий. То есть он в 100 раз востребований, чем Паскаль. То есть можно, в принципе, любую идею детям проверять. Решил ребенок что-то выучить. Это говоришь, мальчик, ну ты хочешь это выучить. Это нужно вообще людям? Ты посмотри на Headhunter. И ты сразу вбиваешь, например, какой-нибудь Photoshop. И ты видишь, сколько вакансий. 3D Max. И видишь, что Photoshop зарплата столько, а на 3D Max зарплата в 2 раза выше. Ну и вакансии в 3 раза меньше. То есть ребенок может уже познакомиться со взрослыми профессиями просто через Hunter, сбивая какие-то слова. И вот просто сравнение Паскаля и Пайтона. В общем, смайлики рисуем. Рисует черепашка. На этом сайте Trinket встроена черепашка сразу. Очень просто ее запрограммировать. Смайлики. Ну и знакомимся с кортежами. Глубоко-далеко Питон не копаем на этом уровне в начальной школе. Просто знакомимся с типами данных. Если в Scratch вообще типы данных, мы вообще просто не обращаем на них внимания. То здесь мы уже отличаем числа от текста и структуру некоторых данных объясняем. Но в игровом режиме. Дальше также всем советую Arduino использовать. Microbit уже, я слышу, в Беларуси широко использоваться будет в ближайшее время. Поэтому я про него ничего не рассказываю. Но вот еще есть такая вещь, как Arduino. Он, в принципе, тоже не очень сложный, потому что его можно программировать на платформе Tinkercut, например. Он программируется вообще без конструктора. То есть можно, не имея ни робота, ни конструктора, ничего, просто зайти в интернет и все это в виртуальном мире соединять, познакомить детей с электроникой. Да, можно и скретчить тоже, да. То есть, а вот среда, где можно соединять как бы скретч с Arduino. Чистый скретч, он не соединяется, но есть разные модификации, тоже блочные. Вот, например, вот Snap for Arduino. Зеленая книжка у меня есть как раз по этой теме. Snap for Arduino, как работать с Arduino. И дальше вот тоже много систем, которые сделали китайцы. Вот одна из разработок новых квадрокоптер, который тоже программируется на скретче блоками. Можно спрограммировать, и он будет не рисовать какую-то фигурку на экране, а летать по квадрату или по какой-то траектории. Замысловатый. Также интернет вещей очень модная вещь такая сейчас. Когда вот такая плата программируется тоже, как Arduino, на скретче можно программировать блоками и создать какие-то приложения, которые будут собирать данные, и можно со смартфона управлять, например, автополивом, информацию, как метеостанция иметь на смартфоне. Разные такие системы. Также после скретч рекомендую всем изучать детям уже профессиональные редакторы, и Photoshop, и GIMP, и InScape, потому что в скретче можно загружать красивые картинки, и все проекты, например, станут гораздо красочнее. Если подготовить на InScape, туда что-то векторное и загрузить. Так, ну и вот еще очень модная тема. Для тех детей, кому понравилось рисовать скретч, вот для них графические редакторы. Для тех, кому понравилось делать именно игры, то есть классная система, которая называется Construct 3, позволяет делать профессиональные игры. И система APP Inventor, она позволяет тоже из блоков создавать для смартфонов игры. То есть ребенок может свой проект не просто играть где-то на компьютере, а прям реальное приложение получится, его можно загрузить в App Store и прям практически начать зарабатывать. То есть если кто-то его купит, или похвастаться просто друзьям. Но игры уже получаются профессиональные и выглядят очень красиво. Ну и вот в конце я хочу рассказать, я работаю в компании Sputnik Сколково. Я, как сказать, методист, пишу уроки по космической теме. У нас есть специальный школьный конструктор космический, который позволяет школьникам уже где-то старших классов, ну даже с 7-го, может быть с 8-го, изучать космические технологии. Конструктор выглядит, ну вот так он выглядит, такой квадратный кубический конструктор. Он весь обвешивается датчиками, которые есть у настоящего спутника, и программируется на языке Python. То есть вот дети начинают изучать Python просто в игровом режиме, что-то посложнее, посложнее. К концу школы они могут дойти до космических технологий, потом ставится глобус, так вращается, здесь магнитная рамка, и моделируется космическая миссия. Аппарат подвешивается на нитке, вращается, он должен застабилизироваться, сфотографировать Землю и по Wi-Fi представить фотографию. То есть моделируется целая космическая миссия, и ребенок должен запрограммировать это все. Программа получается на 1-2 страницы. То есть в принципе не очень сложно, но надо понимать, как все это работает. Так же компания «Спутник» сделает и приемные станции, и реальные спутники, которые вот… Два из них находятся сейчас на орбите. Два спутника находятся на орбите, которые сделаны… Где они? Ну вот такие кубические, они размером 10 на 10 сантиметров, называются «Кубсат». Два таких спутника, созданных в лагере «Сириус» на космической смене, также школьники запрограммировали под руководством наших инженеров, сейчас находятся на орбите где-то с 15 августа 2018 года, и на видео, там где-то видео есть, если вы включите, то там видно, как происходил запуск с МКС школьных спутников. Они до сих пор работают, летают на орбите. Они изучают радиацию космическую, подсчитывают заряженные частицы, и во время сеанса над Сколково пролетают, по радио нам сбрасывают. Мы передаем в НИАФ МГУ, ученые исследуют уже космическую погоду. То есть, сколько и каких космических частиц летает. В частности, они изучают Южную Америку, там аномалия обнаружена, где магнитная. Школьники проектировали чехол вот этот, который сняли. Проектировали вот эту ручку, чтобы космонавт мог ее взять. Стандартный спутник просто кубик, но здесь предел на ручка. МКС летит вперед с первой космической скоростью, спутник бросают назад. Получается, скорость на 1 метр в секунду меньше первой космической. И раз она меньше, то он опускается ниже. И станцию МКС обгоняет, потому что радиус окружности меньше, и он уходит ниже и уходит вперед. И постепенно он делает виток и догоняет станцию где-то через месяц на высоте километров 10 ниже. И так вот ниже, ниже он опускается, и где-то через, наверное, может, через год, через два он сгорит в атмосфере. То есть, ну вот это время он работает. И вот школьники приезжали к нам в спутник с помощью нашей антенны, принимали с него сигналы, отправляли туда команды. То есть, их аппарат собран руками в лагере, вот он летает там, они с ним могут пообщаться. То есть, это вот большая мотивация школьникам именно применить свои полученные знания в программировании уже в реальном проекте. И потом, может быть, они выберут космическую профессию. Либо просто станут программистами. Потому что алгоритмы там непростые, в спутнике все-таки. Вот, спасибо за внимание. Спасибо вам большое.